Девушки отдыхают Ребята, а горелым пахнет? Не может ничего гореть, это же новая машина Ты что, нас сугробить хочешь? Маш, ну не говори под руку Оль, все нормально Так, ребят, пахнет горелым Оля, открой Да приехали Да, интересный сервис-то есть тут? Ну какой сервис в этой дыре? Ну что, толкаем Я что, лошадь что ли? Ну какая что, лошадь машины? Так, в лучшем случае пони Значит не едет А выглядит ничего Ну ладно, буду глядеть Часа, наверное, полтора уйдет Или два А вы пока мест Ночлег ищите Что? Какой ночлег? В деревне спросите, здесь многие Паломников могут задают Он даже до завтра не упражится Ты не видишь, в каком-нибудь состоянии? Все машины только раскурочены Водить надо лучше Маш, ну не наезжай А чья машина, моя что ли? Тебе и на самокат не накопить А если торопишься, тебя никто не держит здесь Хорош Так, ладно, ладно, все, успокоились Ну что? По всей видимости, никто никуда не поедет Будем ночевать здесь Вы бы лучше пошли в магазин, продукты купили Ну а мы с Димой пойдем искать, где переночевать Я с вами Вы идете, покупаете продукты, а мы идем ищем ночлег Пошли, Дима Пойдем Ух ты какая По-моему, нам сюда Да? Привет Здрасте Здрасте У вас, случайно, комната не сдается? А не сдается Что, даже чулана нет? Нам всего на одну ночь Все сдано, много паломников на Успение приехало Надо же Ну вы можете у соседей спросить Тетя, Лен А? У нас в деревне комнаты сдаются? А, вот через два дома, вот через дорогу Квартиранты к вечеру съезжают А, спасибо Ну вот, вам повезло До скорого свидания Мы с вами прощаемся Но ненадолго Давай девчонок позовем Слушай, а где они вообще, а? Да сейчас подойдут В магазин Четыреста рублей на четверых Вот кому скажешь, не поверю Ага, только девчонок осталось уломать А не устроить скандал из-за удобства Да ничего Потерпи Слушай, ну какая девчонка по соседству, а? Ну? Только вряд ли обломится Это почему? Да, такой быстро не уболтаешь Понимаете, я тебя умоляю Хотя, ты знаешь, она так на тебя смотрела Да? Ну Но у нас от силы сутки Он не ходит Да ладно Спорим? Спорим Тетя Лен, вроде все В храм пойдешь? Не пойду, буду рисовать А священие хорошее, надо ловить, пока оно есть А ты разве сегодня не поешь? Пою, но мне к девяти, я думаю, я успею Ага Привет Куда идем? На этюды Ага Хочешь, помогу? Пожалуйста Тебя как зовут-то? Меня? Лиза Лиза Я Андрей Рисуешь? Угу Учусь Да я же говорю, здесь ничего нет, надо из Москвы везти Ты Володю попроси Поездом до Тополева От станции 10 км, а тут еще монастырь такой красивый Угу Ну все А у нас все улажено Что с машиной? Да, черт его знает Я папе позвонила, завтра мастер приедет, посмотрит Ты молодец, сразу все готово А где Андрей? Да так дело одно образовалось О, я смотрю, вы с уловом Ну какое дело? Слушайте, мы комнату сняли Ну не пять звезд, на две потянет А что у нас на обед? Тебе понравится Пойдем Че там, че там, че там, че там? Че там? Ну и как это будет называться? День солнца или просто воскресенье А почему? Как на английском языке воскресенье Сандай Ну вот Хитро Я же говорю, все очень просто Что? У тебя губы в краске Все? Нет Можно? Спасибо Спасибо Так, на диване сплю я Хм, с какой стати? Девчонки, чтоб никому не было обидно На диване сплю я Хотя я могу поделиться А я тебе предлагала Автостопом до станции А там на поезде В Москву бы уже подъезжала к утру Ну, а смысл? Машину же починят завтра, да? Да, надеюсь Ну и че ты тогда бухтишь? Тоже мне принцесса Принцесса у нас не я Принцесса у нас ты И то, что твой отец директор института Еще ничего не значит А долго ты грузилась Перед тем, как вот такое выдать? Так, ну все, довела Че, я тебя вообще терплю тут Дура сей больше шла Чем хамство Оль, слушай, ну мы не пообедали Давай хоть поужинаем, а? Давай, Андрей, подождем Давай не будем Мне кажется, это не очень хорошая идея И я вообще не знаю, придет он или нет Ты же говорила, что он по делу по какому-то пошел Так? Кстати, по какому делу? Очень интересное дело А это откуда взялось? Да, так, спор у нас Ломает он ее за сутки или нет Какой спор? Вы что, обрехнулись, что ли? Что он кому доказать хочет? Молодите! Да брось ты, Оль Ну че такого? Завтра-послезавтра уедем, ничего не успеет Машка, сделай патеррор, да? А ты куда? Куда надо? Подожди, ну ты куда? Я? В монастырь Ну я серьезно? Я серьезно Ну подожди, я с тобой Не надо Давайте в монастырь сходим Нет, это без меня Благородица, Дева Радунька Благородная Мария Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ты меня опять прогонишь? А я разве прогоняла тебя? Да, вчера. Ну как? Я же просто сказала, что тетя Лена уже спит, и поэтому... Ты разве боишься? А я еще как боюсь. А тетя Лена сегодня у Сидоровых, как назло. А хочешь? Я с тобой побуду. Почему шепотом-то? Не знаю. Слушай, выпить бы денек сегодня, конечно. Есть когор, будешь? Давай. Он в летней кухне, и быстро. Лет, как из ведра. О! Держи. Давай. Так. Отворачивайся. Сейчас. Держи. Предлагаю выпить. За нового рожденного человека. Давай быть не за тебя. За твою благородную профессию. Ну давай. Опа. Пробки выбила. Ничего, так бывает. Интересно. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Про любовь «Симон» 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 Подожди. Ух ты! Это ж я. Ты. Подаришь? Нет. Он останется у меня. Здорово. А ты когда успела? Ты меня не знал тогда. Но я тебя знала. Эй, так не бывает. Бывает. Не бывает. Нет, бывает. Хозяева. Хозяева. Добро здоровиться. Здрасте. А доктор дома? А вы по какому вопросу? Да как? Известно по какому. Сын у меня родился. Вечером отмечать будем. Вот, хотели доктора позвать. Если б не он, не было б у меня наследника-то. Вот хотим за доктора выпить. Понял. Сейчас позову. Спасибо. Ну что, Лизок, как ты ночью-то тут без меня? Все хорошо. Ну этот доктор Московский, ну молодец прям. Деловой парень. Прям знаменитость на всю деревню. Только вот… Тетля, ну он хороший. Правда хороший. 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 Да уж больно шустрый. А ты у нас девушка правильная, но постадушная. Тетля, ну вы чего? Ты ж мне как родная. Ну? В третье лето ко мне приезжаешь. Вроде московская, а не похожа на них. Не пара он тебе. Знаю я таких. Знаешь, сорвет и бросит. А тебе настоящий мужчина нужен в семье. Тетля, вы его совсем не знаете. А ты знаешь? А я… узнаю. Ну, узнавай, узнавай. О! Слышишь, герой, там молодой отец пришел. Зовет отметить рождение сына. Не, не пойду. И пить я с ним не буду. Да ладно. Они по людски как-то. А баба беременная за рулем, это по людски что ли? Мальчики, а давайте я схожу и сама разберусь. Ага? Ага. А, слушай, позвоним на мобильник, а? Потерял. Тетя Лена, я пойду. Держите. Подышу свежим воздухом. Здрасьте. Здрасьте. Как, спалось, ночевалось? Ой, спасибо. У вас прекрасно спится. Да? А где доктор? А спит доктор? Устала вчера очень. А, ну дела. Ну, это, как проснется, пускай подходит. Обязательно. Ну, я ему передам, конечно. Спасибо. До свидания. До свидания. Здрасьте. Добрый день. А мне Андрей нужен. А он спит. Может, что-то передать? Да, он оставил вот это. Как на него похоже. Я обязательно передаю? Спасибо. А как вас зовут? У меня Лиза. Лиза. Знаете, что, Лиза? Я вам дам один совет. Андрей отличный доктор. Хороший товарищ. Ну, как бы это выразиться. Я не хочу, чтобы вы были обмануты. Простите, я не понимаю. Ну, Андрей, это не серьезно. Но это спор. Какой спор вы о чем? Ну, ребята на тебя поспорили. Не понимаешь? Мне самой неприятно об этом говорить. Но я вас предупредила. А ты не пошел на праздник? Отметить рождень человека нужно? Ты же к этому не пошел. Имеешь некоторые отношения. Ну да. Да и потом, ребят, мы все-таки не зря тут застряли. Видимо, это судьба. Выпьем за судьбу, которую мы выбираем. Ребят, слушайте, вы меня извините, голова болит. Пойду полежу, ладно? Конечно. Извините. А может машину на ТО загнать? Да с машиной все в порядке. Ну, если хотите, загоняйте. Пусть ребята посмотрят, мало ли. Слушайте, ребята, мы вообще где находимся? О, проспался герой недели. В Москве уже. Как в Москве? Вот так. Погоди, Лиза где? Вспомнил. Так, слушай, останови машину, а? Андрюш, ты что? Машину останови. А вот не останавливай. Доедем до дома, там и выйдешь. Матушка. Элиза, ты не на службе? Ты разве сегодня не поешь? Я отпросилась. Хочу с вами поговорить. На, отнеси сама, ладно? Ну, ты же знаешь, я для тебя всегда открыта. Садись. Я много думала. Всю ночь думала. Я прошу богословения на постриг. Тихо. Элиза, ночью надо спать и не думать. Ну, откуда такая блашь? Это не блашь. Садись. Расскажи мне, что случилось? Тот самый врач обидел? Поспорил на меня. Модлец. Ну, это не повод для пострига. К Богу приходит осознанно, сделав непростой выбор. Твой выбор еще не сделан. Я хочу остаться здесь. Лиза, не твое это. Попей. Не твое это, Лиза. Не твое. Ну? Отдохни. Полежи. Иди сюда. Полежи. С такими красными глазами к сестрам не надо ходить. Ложись. Отдохни. А я скоро приду. Глеб? Ты в Москве? Очень жаль. Да нет. Жива-здорова. Ну, ее надо забирать отсюда. Ну, опять начались разговоры о постриге. Нет. Причины есть. Ну, был молодой человек проездом. Что ты сразу в панику? Я не думаю, что это серьезно. Ты же знаешь, она девушка впечатлительная, но и вообразила себе. Глеб, ей двадцать лет. Ну, ты же знаешь, что в этом возрасте все становится трагедией. Когда? Хорошо. Хорошо, я жду. Да. Уважаемые встречающие! Скорый поезд номер 357 прибывает на первый путь. Время стоянки пять минут. Ну, до свидания, милки. Ты моя, с Богом. Может, приедешь еще? Спасибо, тетя Лена. Спасибо. Лето холодное выдалось. Поэтому, наверное, уже в следующем году. Спасибо. Что Елизавета Глебовна? Надоело в наши души скучать. Ну и правильно. Глеб Борисович приедет, а дочка его уже дома ждет. Что-то бледное. Вы себя хорошо чувствуете? Все нормально. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, а Лизу позовите, пожалуйста. О, явился, не запылился. Нету Лизы, уехала. Как уехала? Ну, как уехала? Домой, в Москву. Подождите, а почему так быстро? Ну, тебе лучше знать. Ну что, не веришь? Проверить хочешь? Давай. Лиза! Лиза! Ну, нету Лизы, уехала. Слушайте, если она уехала, можете телефон дать? Может, тебе еще и адрес дать? Так нет у меня ни телефона, ни адреса. Ну, чего вы меня за дурака держите? Ну, не можете вы не знать адрес своей племянницы. А кто тебе сказал, что она моя племянница? Она у меня просто комнату снимала. Ну, и телефон не оставила? Ну, не может этого быть. А и знала бы, не дала тебе телефон. Знаешь что, парень, доктор ты, наверное, хороший, а вот человек дрянь. А ну, давай иди отсюда, давай. Иди, некогда мне с тобой тут разговаривать. Иди отсюда, давай. Спасибо. Доктор. О, здорово. Здорово. Лизавета ищешь? Ну? В монастырь сходи. Зачем? Сходи, сходи. Вроде бы твоей Лизавете, мать Марфа, Игуменевна. То ли тетка, то ли еще какая родственница. Спасибо. Хорош ты мужик. Спасибо. Давай. Извините, а мне бы поговорить с настоятельницей. Она пред вами. Здрасте. Здравствуйте. Вы знаете, мне очень нужно узнать адрес одной девушки, и это очень важно. Адреса здесь не оставляют. Приехали, помолились и уехали. Мне нужен адрес Лизы. Какой Лизы? Ну, вы же знаете, о ком я говорю. Я знаю. А вот вы даже не знаете ее фамилии. Да ну и что? Я узнаю? Конечно, вы знаете. Только без моей помощи. Я вас очень прошу, пожалуйста, забудьте это мимолетное случайное знакомство. Извините. Нам пора. А знаете, я ее все равно найду. А знаете, я ее все равно найду. Внимание, провожающие! Скорый поезд номер 368 на Москву будет отправлен через пять минут. Проверяйте. Извините, мне срочно. Девушка, мне билет на Москву. Вот на сейчас. Не успеете. Я вас очень прошу. Михаил Антонович, ну все, отправил. Ну, в общем, имей в виду. Окей. Только, мне кажется, она немножко не в себе. Ну, пристукнутая, что ли. Ну, в общем, имей в виду. Окей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Ну, послушай, Глеб Борисич сегодня приезжает. Мы-то его ждали через два дня? Ну, если ты не очень устала, то часов в шесть вечера перекусим, мы можем смотаться в аэропорт, встретить его. Угу. У тебя все в порядке? Да. Точно? А я думал, ты опять там все лето просидишь. Даже собирался к тебе в гости приехать, а тут такой сюрприз. У тебя точно все нормально? Да, все в порядке. Садись. 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 Садись Сад только какой-то ты. Я твое пирожное еще купила. Любимое. Слушай… зря ты это все… Ну что зря… голоду накормить… Ну… я вообще-то с деловым предложением… Ты долго будешь в этой еще своей больнице торчать? Не знаю. Отцу дали деньги – на новую лабораторию… А это значит, что расширяется штат… И он тобой очень интересовался. Мной? Ну да. Тобой, тобой. Он читал публикации в медицинском вестнике. Хочешь познакомиться? Понятно. Ну, вообще-то надо быстро решать все это. Есть два билета в театр. Давай сходим. Оль, прости, но у меня настроения нет. Да это не сегодня, это послезавтра. Ну ладно, нет настроения, в другой раз. Давай чай пить. Давай так. Ты себе наливай, а я пойду спать. Ну все, отдыхай. Давай, пока. Пока. Я хочу, чтобы за подписание этого контракта вы перечислили ко мне на счет 30% от сделки. Все это, конечно, звучит заманчиво, но какие гарантии? Хотелось бы получить подтверждение непосредственно от Коломийцева. Вы извините, Михаил Антонович, но вы все-таки только исполнительный директор. И будущий зять Коломийцева. Вот как? Эта информация пока не разглашается, но как только это случится... Вот тогда мы и вернемся к этому разговору. Как только вы войдете в семью, мы перечислим на ваш счет 30% от общей суммы. Остальное вы получите после окончательного подписания бумаг. Не, ничего себе так. На людях с ним показаться не стыдно. И с деньгами мужик. Только фиг у него с ней, что получится. Поднимись к Лизе, скажи, что отец приехал. Давай быстрее. Хорошо. А где Лиза? У себя. Глеб Борисович, здравствуйте. Михаил Антонович, Лиза не открывает, и дверь заперта. Я же не могу к ней с силой вломиться. Что? Ключи запасные неси. Лиза! Останься здесь. Я сам. Лиза! 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 Как я соскучился по тебе, родной мой. Детка, что такое? Что-то случилось? Лиза, что с тобой? Папочка, как хорошо, что ты приехал. и... Слушайте, Лера, расскажи. Привет. О, Верка, привет. А я думала, ты только за следующей недели. Не-не-не, я уже ночь сегодня дежурю. Ведешь курс? Конечно. Чай-то попьем сначала и прописать сплюсь. Ой, с удовольствием. Я такая голодная. Так а ты с Ольгой что? Больше не общаешься? У-у-у. Ну, зря. Она может быть очень полезной. Кстати, она говорила, в этом летом в Киев ездили. Да. Вот фотография. Это кто, Димка, что ли? Угу. Слушай, он такой ничего стал. А ты что, с ним что ли? Чего ты взяла? У вас же вроде там какой-то роман намечался. Ну, ты вспомнила, было полгода назад. Точнее, сто лет назад. Ну и что? Старая любовь не ржавеет. Ой, все, Вера. Пойдем, я тебе лучше покажу твое новое рабочее место. Субтитры был. Девушка, добрый день. А как вас зовут? Катя. Катя. Вопрос жизни и смерти. Я ищу одну девушку и думаю найти ее у вас в учреждении. А почему это? Она художница. Так кроме нас еще есть Рогановка. Есть, но ее там нет. Вот это, кстати, вам. И почему это интересно мужчины думают, что женщины любят шоколад? Потому что вы его любите. А как ее зовут? Лиза. Лиза? А фамилия у Лизы есть? Вот в этом-то и сложность. На фотографии. Да, вот. Особые приметы есть? Очень красивые. Ну, глаза голубые, волосы светлые. Понятно. Она. Лиза Коломийцева. Пожалуйста, дайте мне адрес ее. Я не могу. Верку, вы не маньяк какой-нибудь или шантажист сумасшедший. Не-не, я точно не маньяк. Сумасшедший, может быть. Ну, я вас умоляю, пожалуйста. Хотите на коллеги встать? Ой, прям всю жизнь об этом мечтаю. Ну? Не могу я. А потом вас все равно к ней не пустят. Почему? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Просто мне очень нужно ее увидеть. Вам назначено. Слушай, позови ее, а? Вали отсюда, парень. Продолжение следует... Чего ты здесь ходишь? Скажи, Лизя, что к ней Андрей приехал. Да как ты вообще ее отпустила, не расспросив? Как? Ну и что, что не захотела? Надо было нажать. Марфа, она же тебе не посторонняя. Крестница твоя. Да как я могу успокоиться, когда мне дочь словно подменили? Пройдет? Когда? Ты же ее знаешь. Можно? Да, конечно. Ладно. Я тебе еще перезвоню. Простите. Лиза устала, пошла к себе. Как? Верни, Саша. А, Багдасарян великолепен, а Лиза в восторге от его картины. Михаил, я никогда тебе раньше этого не говорил. Спасибо тебе огромное. Я очень благодарен тебе. Вы же знаете, как я к ней отношусь. Знаю. И ценю это. Я мечтаю, чтобы она вышла за меня замуж. Ну, тут я за нее ничего решать не могу. Конечно, если она моего совета спросит. Привет. Классно выглядишь. Спасибо. У меня правда потрясающе. Добрый день. Добрый день. Можно кофе? Да. Все. Что у тебя случилось? Честно говоря, твой звонок стал для меня неожиданностью. А что, я не могу просто позвонить своему старому другу? Можешь, можешь. Ты все в больнице? Да. А ты знаешь Весту? Весту, Весту. Лекарственные торгуют. Ну да, не только. Ты представляешь, у них, оказывается, есть свой собственный исследовательский отдел. Они сейчас у нас в больнице свой препарат новый применяют. Так, открылась новая вакансия, и мне предложили быть в отделе продаж. Ну, это ерунда. Это абсолютно не мое. Я отказалась. Машка. А какие у тебя планы на сегодня? Никаких. Попадем в кино? Привет. Привет. А что ты тут делаешь? Да, ехала мимо, да, я думаю, заеду. У меня новости отличные. Может быть, поднимемся, обсудим? А зачем так напрягаться было? Позвонила бы. Да я звонила, звонила. Не дозвонилась. Слушай, пойдем, дождь такую. Пойдем. Пойдем. Оля, чай будешь? Иди сюда. А это что такое? Это ты должен надеть. Прямо сейчас? Ну, прям вечером. Ты идешь на собеседование к моему отцу. А почему вечером? Ну, потому что это будет не в институте, а у него дома. Ты приглашал в гости. И чем я заслужил такую честь? Ну, вообще-то он читал твои статьи, и он хочет поближе познакомиться. Ну, понимаешь, он любит всякие неформальные отношения. Ну, хорошо, пойду. Только переодеваться не буду. Ты что здесь делаешь? Тебя жду. Разговор есть. Слушай, у меня совсем нет времени, правда. Оль, это много времени не займет. Ну, хорошо, садись. Мне нужна работа. Твой отец вроде новую лабораторию открывает. Слушай, а я-то здесь при чем? Он же не советуется со мной. Понял. Больше вопросов нет. Ну, ладно. Пока, что ли? Еще секундочку. Ты знаешь, мне вот одна мысль покоя не дает. Андрей, ты вообще в курсе, что ты художнице про спор рассказала? Или нет? Может, просветить. Я понимаю, это угроза, да? В самом деле, отец уже решил, кого взять. Разумеется, Андрея. Даже если это и так, я здесь ни при чем. Ладно. У меня есть информация, что в Вести есть вакансия. А твой отец вроде дружит с ее владельцем. И что? Небольшая протекция. Ты же понимаешь, человека с улицы не возьмут, а на общих условиях у меня плохие шансы. Мало опыта работы. И? Один звонок, то у его отца. А дальше я сам справлюсь. Ладно. Спасибо. Я поговорю. Ну, что можно так долго говорить? Ты прекрасно знаешь, что папа всегда расспрашивает с пристрастием. О, девочки, я вижу, вы застучали. Ну, садимся, садимся. Да, пожалуйста, Олег Сергеевич, Оленька, а это Андрюша. Ваше место. Спасибо. Спасибо. Ну-с, налегаем на закуски. Да. Но не забываем, что впереди у нас горячее. Ой, горячее. Я очень надеюсь, что вам все понравится. Вот, курица и вообще наши семейные традиции. Андрей, водочки? Давайте. У меня есть тост за сотрудничество. Поддержим науку? Поддержим, поддержим. Поддержим. Все главные вопросы решаются за столом в неформальной обстановке. И удовольствие получаешь. Согласен. А, простите, а кто ваши родители? Просто мы хотели бы понять, кому в руки мы отдаем нашу девочку. Моя мама учительница. Благородная профессия. Да. Давайте выпьем. За родителей. Прекрасно. Андрей. Ну, Андрей, ну, постой. Оль, тебе нравится из меня идиота делать? Ну, ты мама все. Ну, я ей как, что ей в голову взбредет, она бряк, и все. Ну, решила, что я жениха привела. А папе дочь понравился. Ну, а он отличный мужик. Не обращай внимания на эти мамины бредни. Давай, целуй. Ну, в щечку, в щечку, по-дружески, за промоутерскую работу. Ну, Андрей, ну, перестань. Меня мама, знаешь, как иногда достает? Родители не выбирают. Ладно, я пойду. Ну, пока. 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 Компания «Восток Билдинг Групп», приемная. Добрый день. Я хочу поговорить с господином Ковалевым. Одну минуту. Слушаю. Федор Петрович, добрый день, это Антонов. Я по поводу наших договоренностей. Михаил Антонович, мое мнение по поводу вашего предложения я уже озвучивал. Я очень надеюсь, что вы еще раз обдумываете эту ситуацию. До свидания. Да, до свидания. Козел, а? Эдик, привет, не отрываю тебя. Это Антонов. Хочу попросить у тебя пару сотен. Ну, тысяч, конечно. Погоди, это не проценты, это обдиралово. Ладно, ладно, окей, я тебя понял. Я перезвоню. Что ж такое-то? Мишаня? Да, привет, не отрываю? Пожалуйста, напомните, как ваше имя? Дмитрий Орехов. Да-да-да-да-да-да-да. Забили он мне говорил. Вот что, Дмитрий Орехов. Учтите, у меня очень мало времени. Кадровым вопросом у меня занимается обычно особый специалист. Я согласился встретиться с вами исключительно из уважения коллегу Сергеевичу. На, специалист вы молодой. Ну, в общем-то, вполне симпатичный. Спасибо. Две недели. Две недели испытательного срока. Угу. Проявите себя с положительной стороны велком в наши дружные ряды. Ну, милости просим. Условия вполне демократичные. Разумеется. Может, все-таки не стоит забирать документы? Оформим академический отпуск и всегда будет возможность вернуться. Лиз, вам плохо? Да вы присаживайтесь. Плохо стало, да. Вы не могли бы принести воды, пожалуйста? Да, что-то. Все-таки хорошо, что мы выбрались сюда, правда? Угу. И народу почти никого нет. Маньяки только. Ну, я все-таки надеюсь, что рядом со мной мужчина, который меня спасет. Ты же меня спасешь? Да. А ты одиннадцатый. Андрюш, ты куда? Андрюш! Лиза! 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 Я прошу тебя! Остановись! Лиза! Лиза! Стой! 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 Лиза! 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 Это есть обстоятельства, которые нельзя изменить. Понимаешь? Что, 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 что? Какие обстоятельства? О чём ты? Расскажи, что нельзя изменить. Я беременна. Я беременна, Миша. Только ты не спрашивай, от кого. Этого человека больше нет и никогда не будет в моей жизни. Грая Борисович знает? Нет, он не знает. Никто не знает. Никто не знает. Грая Борисович знает? Вон выходит. Уходи за меня. Скажем, что это наш общерилук. Я думаю, что я буду хорошим отцом. Я буду его любить. Обещаю никогда. Я никогда тебя ни о чём не спрашиваю. Я клянусь, что никогда ни в чём тебя не упрекну, ни о чём не буду расспрашивать. Ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю. Подумай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. Здрасте. Опять что-то не так? Нет, что-то так. Квартиру проверяю. Ну, это ещё не срок оплаты. Обстоятельства изменились. Племянница приезжает. Жить здесь будет. Чего? Чего-чего. Съезжать будем. Так в смысле съезжать? Я что, не по-русски говорю? Галина. Ну? У нас с вами контракт. Да засунь ты свой контракт, знаешь куда? Неделю тебе сроку. Через неделю с милиции приду. Тебе это надо? Нет. Будем съезжать. Ухи. 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 Жилет согласен? Да кто вы спрашивал-то? Дала неделю с рукой, всё. Хорошо. Вот здесь за полгода вперёд. А сама что, жить не будешь, что ли? Нет, не буду. Но чтоб и его в квартире тоже не было. А кто другой? Да, ради бога. Пожалуйста. Но не он. Понятно. Насолил он тебе, что ли? Или не насолил? Не надо гипотез. Всё. Не моё дело. Счастливо. До свидания. Что, прям в 24 часа? Неделя времени дала. А денег нет? Где я найду что-то? Ну, может, у меня пока поживёшь? Ну, не очень хорошая любовь. Слушай, ну не глупый. У меня диван в другой комнате. Ну, здесь нет ничего такого. Я ж тебя не под венец зову. Правильно, что согласился. Всё-таки не чужие люди. Ты проходи, проходи. Обувь можешь не снимать. Ага. Вот это квартира. Красиво. Спасибо. А, это я подумала, ну, вроде как первый раз у меня дома. Оль, приятно, конечно, но мне как-то неудобно. Да брось. Твоя комната на втором этаже справа. Располагайся, умывайся и к столу. На втором этаже? Да. Круто. Спасибо. Михаил, у тебя ведь это последняя ночь в холостяцкой жизни. Мальчишник-то устраиваешь? Не-не-не. Я отвертался. О! Ну что, ребятки. После женитьбы дом в вашем распоряжении, мне такой большой уже ни к чему. И потом у меня квартира есть в городе. Да и Лиза уже привыкла к этому месту. Спасибо. Она у вас самая красивая. Ладно, я, пожалуй, пойду. Завтра серьезный день, надо выспаться. Надо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. О! Здорово, Симон. До свидания. До свидания. Ох, Лизенок. Хоть мне и тяжело тебе отдавать, но я рад. Он будет хорошим мужем. Да. Лиз, ну, может, я все-таки позвоню матушке Марфе, а? Ну, как-то нехорошо получается. Ну, ты замуж выходишь, а ее даже на свадьбу не позвали. Пап, я тебя очень прошу. Ты же знаешь, я вообще не хотела никакого торжества. Это... Это Мише нужны гости, свадьба. Все это... Ну, и правильно. И правильно. Я его поддерживаю. Все-таки у меня одна дочь. И замуж она выходит не каждый день. Пап, ты у меня самый хороший. О матушке мы обязательно скажем. Только чуть-чуть попозже. Ну, ты же знаешь, она духовный человек. Она хотела бы, чтобы все происходило в храме. Начнет меня упрекать, а я не хочу. Понимаешь? Ладно. Раз так хочешь. Ну, я пойду спать. Спасибо. Спокойной ночи, Настя. Спокойной ночи, Елизавета Гребовна. А знаешь, Валя, я от тебя такого не ожидал. Что-то... Чего такого? Ну, а что ты будешь мне так активно помогать? Ты настоящий друг, я тебе скажу. Ну, да. Друг, друг. Слушай, друг, налей-ка мне вот этого покрепче. Это коньяк, осторожней. М-м-м, я знаю. Мы сейчас с тобой выпьем и потанцуем. Потанцуешь со мной? Ну, если хочешь. Секундочку. Человек, к которому я по-настоящему привязана. Слепой и глухой, и дурак. Не видит ничего и не слышит. А я... По уши в него влюблена. Ой, ну... Как дура полная. И идиотка. Да ты не думаешь, что я перепела? Да. Я просто люблю тебя. Аль, я... Просто скажи, что согласен и все. Отказывать улюбленной девушке нельзя. Иначе сипоги прогневаются на тебя. Привет. Привет. А я за тобой. Оль, мне просто надо еще в город съездить. Там дела. Ну так я и отвезу. Садись в машину. Ну что, куда едем? На автозаводскую. Там квартиру хочу посмотреть. Комнату. Недалеко от метро и недорого. Все время жить. Я не понимаю, зачем тебе что-то искать. Тебе надоело, что я все время рядом, да? Так бы и сказал. Оль, просто... Просто я не хочу тебя обманывать. Вот и все. Давай договоримся. Я тебе помогу найти квартиру. Ну, что-нибудь подходящее. А? Я сам справлюсь. Андрюш, когда ты этим будешь заниматься? Но у тебя же совершенно нет времени. А у меня целый вагон. Разумно? Значит, договорились. В соответствии с законом Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok